Здравствуйте, уважаемые трейдеры! С вами компания Максимаркетс. Сегодня мы вновь представляем наш регулярный прогноз по основным валютным парам на следующую неделю по перспективам ценовой динамики евро-доллара. Спад в экономике еврозоны продолжает набирать обороты. Стагнация производства, долговые проблемы периферийных экономик, хроническое снижение инфляции, нестабильность европейской банковской системы. Все эти факторы продолжают усугублять ситуацию в регионе. Европейские рынки с нетерпением ждут от ЕЦБ запуска обещанной программы выкупа активов, аналога американской системы финансового стимулирования. Однако до сих пор не решен вопрос о полномочиях самого регулятора. Конституционный суд Германии все еще решает, имеет ли право европейский банк масштабно выкупать активы на свой баланс. И пока будет вынесен судебный вердикт, ситуация может накалиться до предела. Если учесть, что сама Германия категорически против запуска подобной программы, то перспективы восстановления экономики в еврозоне вырисовываются совершенно негативной. Старт программы выкупа был назначен на вторую половину октября, однако ее параметры до сих пор неизвестны. Если объем программы окажется незначительным, то панику удастся погасить лишь на время. Рано или поздно ЕЦБ все равно будет вынужден пойти по пути ФРС. Других козырей у главы ЕЦБ господина Драги практически нет. Никакое снижение ставки и раздача дешевых кредитов региональные банки уже не спасут. В результате ситуация на европейских рынках ухудшается стремительными темпами, и в этой связи надежды инвесторов сосредоточились уже не на восстановлении экономики, а на быстрых и решительных действиях монетарных властей. В Америке ситуация также меняется в худшую сторону. Стремительное падение цен на нефть и сильное укрепление доллара мгновенно привели к падению инфляции в США. При таком развитии дальнейших событий и сами США рискуют скатиться в дефляционную спираль, которая так же, как и в Европе, будет сопровождаться рецессией. В этом случае, возможно, самой ФРС придется задуматься о дополнительных финансовых стимулах. Кроме того, может быть принято решение отсрочить начало цикла ужесточения монетарной политики. Тем более, что представители ФРС, главы Федеральных резервных банков Нью-Йорка и Сент-Луиса, Дадли и Буллард, весьма активно намекали на такую возможность. Собственно, этот сценарий и отыграли рынки на прошлой неделе, в результате чего доллар по отношению к евро снизился более чем на 250 пунктов. Тем не менее, ни о какой фундаментальной силе европейской валюты, имея в виду рост евро в последние две недели, говорить не приходится. Курс пары растет лишь благодаря технической коррекции, формирующейся в ценовом движении валют, драйвером которой является существенная перепроданность единой европейской валюты и перекупленность доллара. Исходя из всего вышесказанного, в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем завершение текущей боковой коррекции в диапазоне 1,2833-1,2740. Далее ожидаем разворот и продолжение коррекционного подъема единой европейской валюты к целевым уровням 1,2842-1,2874-1,2900-1,2920. По паре фунт-доллар. Ценовое движение британской валюты на торгах прошлой недели по существу определили два фактора. Драйвером первоначального снижения пары фунт-доллар стало падение инфляции в Великобритании до пятилетнего минимума, при котором абсолютно все индексы потребительских, розничных, закупочных и отпускных цен оказались хуже предыдущих значений и прогнозов аналитиков. Катализатором же последующего подъема пары стало резкое ослабление доллара на фоне снижения инфляции в США. Таким образом, недельные торги фунт-доллар завершил практически нейтрально, оставив от трейдеров в ситуации некоторой неопределенности. Причина в том, что фактор снижения ценового давления создает все предпосылки для того, чтобы и Банк Англии, и ФРС повременили с повышением процентных ставок. А это является негативным для обеих валют. Вместе с тем, сильная экономическая статистика из США подтверждает укрепление американской экономики, в то время как макроэкономические показатели из Великобритании в последнее время демонстрируют замедление темпов ее экономического роста. Таким образом, фундаментальные факторы оказывают некоторые предпочтения продавцам британской валюты. Что же касается технических факторов, курс пары формирует сейчас коррекционный подъем к предыдущему снижению валюты. Причем цена закрытия данной пары 1,6091 оказалась выше недельной 1,6029 и дневной 1,6082 точек разворота, что свидетельствует о продолжающемся влиянии восходящего импульса на ценовое движение валюты. Технические индикаторы на недельном и дневном таймфреймах также предупреждают о предстоящем развороте. К тому же недельные индикаторы уже находятся в зоне глубокой перепроданности. Кроме того, предыдущее нисходящее движение фунта на недельном таймфрейме образовало в основании снижения валюты характерную свечную модель молот, также предупреждающую о продолжении восходящей коррекции. Таким образом, выводы технического анализа предупреждают нас о продолжении подъема пары. В этих условиях отдаем предпочтение технической картине происходящего. Соответственно, в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем возобновление подъема курса британской валюты и попытку тестирования предыдущего локального максимума 1,6126. Если быкам по фунту удастся пробить этот уровень и закрепиться выше него, курс пары может возобновить восходящее движение к ценовым уровням 1,6160, 1,62 и 1,6255. Далее ожидаем завершения подъема и возобновления и снижения пары в направлении ключевых уровней поддержки 1,62, 1,61 и 1,60. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maximarkets.ru. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс.